Личность человека, который сбил пенсионера на территории одного из гаражных кооперативов Кустаная, установлена. Напомню, 23 октября 69-летний Анатолий Шевцов частично перегородил проезд на одной из улиц между гаражами. Мужчина на крупном внедорожнике решил проехать по оставшейся свободной части дороги. Пенсионер даже попытался помочь ему с маневрированием, но после услышал из окна нецензурную брань, ответил в той же манере, после чего был избит вышедшим из автомобиля мужчиной, хотя и пробовал защититься. В тот же вечер пожилой мужчина подал заявление в полицию. В ходе собственных поисков родственники адвоката Шевцова нашли записи с других камер наблюдения, где были хорошо видны и лицо нападавшего, и номер его автомобиля с российской регистрацией, и имя его им тоже стало известно. Но на момент выхода в эфир нашего первого материала 31 октября официально полицейским и посланным защитником потерпевшего личность мужчины не была установлена. 1 ноября ситуация изменилась. Личность нападавшего установлена, проводится следственное действие. Достойчивое расследование начало по статье 293 часть 1 хулиганства. Ответственность там до двух лет лишения свободы. Здоровью пенсионера, как показала экспертиза, был нанесен легкий вред, утверждают в полиции. Но, как сообщил Шевцов в своих показаниях, после избиения нападавший еще и угрожал ему убийством в случае обращения в полицию. В настоящее время проводится расследование. По результатам расследования будет принято окончательное процессуальное решение. В рамках судебного расследования будет дана правовая оценка. Человек, подозреваемый в обмане кустанайских таксистов, на 150 тысяч тенге задержан полицейскими. Деньги, по словам следователя, потерпевшие отдавали ему сами. Деньги, совершал мошенничество в отношении водителей такси, заказывал их и по пути следования входил в доверие, говорил, что у него имеются проблемы, просил занять денежные средства и по прибытию в пункт назначения, к месту назначения, данный денежный стан якобы вернет. По прибытию местного назначения шел якобы к банкомату для того, чтобы пивнуть денежный долг и скрывался с места происшествия. У пятерых таксистов, согласно их заявлениям, подозреваемый выманил таким образом 150 тысяч тенге. Раскрыл серию преступлений сотрудник криминальной полиции Кустаная Орлан Масагбаев. Он установил личность 24-летнего, ранее судимого мужчины. В ходе следствия доказана его причастность к краже денег в сумме 80 тысяч тенге. Подозреваемый, задержанный у себя дома, прятался в шкафу. Проводится системное расследование. О задержании 10 членов преступной группы, которые организовали поставки и распространение героина в регионе, сообщили сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Кустанайской области. Ее деятельность была пресечена в ходе операции Кокнар МАК-2019. В ходе задержания данных преступников всего было изято более 370 грамм героина. Денежные средства в сумме 3 миллионов 550 тысяч тенге, 6 тысяч долларов, 400 долларов США, 5 автомашин и квартира. О деятельности группы полицейским стало известно в феврале этого года. В течение нескольких месяцев они проводили оперативные мероприятия по фиксации действий распространителей наркотиков. Операция по задержанию всех членов группы была проведена в конце июня, но следствие по делу все еще ведется. Уже установлено, что весь транспорт задержанных и квартиры были приобретены ими легально, но на деньги, добытые преступным путем. Руководителем группы, по данным полиции, была женщина. В отношении лидера и участников возбуждено два уголовных дела. Это по статье 262 Уголовного кодекса Республики Казахстан, созданию и руководству организованной преступной группы. И по статье 218 Уголовного кодекса нашей страны, легализация имущества. Более подробно обо всем уже описанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале Алау Ютуб и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм. Продолжаем выпуск. 24 гидротехнических сооружения в Костанайской области сегодня представляют опасность в случае прихода большой воды в регион. Одно из них – водохранилище в Амангельдинском районе. Его должны были отремонтировать в этом году, но из-за судебной тяжбы между подрядчиком и госзаказчиком эти работы не провели. Сегодня об этом говорили на заседании Табол-Тургайского бассейнового совета, на котором побывала и Татьяна Калюжная. В Костанайской области сегодня числятся 98 гидротехнических сооружений. Это плотины, дамбы, водохранилища. Несколько лет назад большая их часть числилась без хозяинами, а значит контроль за их состоянием не вёлся. Сегодня, согласно официальной информации, в республиканской собственности находятся 7 объектов. В коммунальной собственности – 80 и в частной – 11. В этом году эксперты проверили небезопасность. Оказалось, что 24 сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, а 5 представляют реальную опасность во время паводков. В 2019 году выделены средства из местного бюджета в сумме 8 миллионов на разработку ПСД по капитальному ремонту дамбы, расположенной на территории села Буревестник в Томрзунском районе, а также на проведение комплексной ведомственной экспертизы четырёх гидротехнических сооружений. Это плотина Машдвора в Магильдинский район, дамбы в селе Докучаево Алтонзаринского района, плотины в селе Шили Жангильдинского района и дамбы в селе Шулаксай на Урзумского района. В настоящее время разработаны ПСД по капитальному ремонту дамбы на территории Буревестник на Урзумского района по пяти гидротехническим сооружениям. Проект в стадии прохождения государственной экспертизы. Основная доля гидротехнических сооружений построена больше 50 лет назад. Их цель – хозяйственно-бытовое, водообеспечение городов и сёл. 92% сооружений относится к низкому четвёртому классу опасности. Но, если не следить за их состоянием, возникают проблемы. Три года назад в регионе разработали дорожную карту по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы, куда вошло 68 мероприятий. Согласно плану, в прошлом году в области должны были выполнить 16 из них, в этом 12. Но получилось не всё. По Магильдинскому водохранилищу здесь, как у нас в 2019 году планировалась реконструкция, она была включена, но был объявлен подрядчик. После паводка были начаты строительно-монтажные работы, прошла регистрация в органах ГАСКО. Но по вине подрядчика, за неоднократный срыв утверждённого графика производства работ, в одной стороне по графике был расторган договор. В отношении подрядчика был входом из суд, его признали недобросовестными поставщиками. Срок завершения вообще по проекту продолжительность реконструкции 6 месяцев в следующем году. Да, у нас получается, если в этом году начнут, то в следующем году. Все эти ремонтные работы проводят за счёт бюджетных и привлечённых средств, а также за счёт собственных средств тех, кто является хозяином гидротехнических сооружений. Как отмечают представители департамента ЧАЭС, сейчас вопросы возникают именно по частникам, которых не всегда можно контролировать. Ванарбек Касколов, Татьяна Калюжная, РТН. Отдел ЖКХ проверил, насколько успешно прошла осенняя высадка зелёных насаждений. Для этого была организована специальная комиссия, которая посетила несколько районов Костаная. Один из них – проспект Хобланды-Батыра. Этой осенью в городе высадили уже 6 тысяч саженцев. Это и деревья, и кустарники. Но, как сообщили в отделе ЖКХ, на этом работы не закончены. Пока будет позволять погода, саженцы продолжат высаживать. Озеленить проспект Кобланды-Батыра попытались этой осенью в отделе ЖКХ. Высадка деревьев и кустарников здесь уже прошла, осталось определить, насколько успешно. Для этого на место выехала специальная комиссия. Мы прошли и потрогали каждое дерево, каждую почку. На каждом ветке, именно верхней стволовой ветке, имеется почка. Это первый показатель, первый признак того, что дерево живое, дерево прижилось и будет дальше расти. Окончательный вывод по приживаемости сделают весной. Нужно убедиться, как саженцы переживут грядущую зиму. После этого произойдет и оплата услуг подрядчика, который занимался высадкой деревьев и кустарников. Среди них – акация, черемуха, береза, хвоя и пирамидальные тополя. Уже на сегодняшний день, в осенний период, нами высажено порядка 6 тысяч саженцев. Погода позволяет, без ущерба качеству, порядка 10 тысяч саженцев в этом году осенью уже высадить. Как рассказали в отделе ЖКХ, все посадки происходили с участием специалиста. Им же производится и ежедневный контроль за саженцами. Осенняя посадка этого года приживается на нас очень хорошо. Что-то технологии сейчас соблюдается. До этого мы добавляем органические удобрения, то есть чернозем, навоз, чтобы они лучше приживались для подпитки корней. Сейчас из-за планированного объема осенней посадки остается около 4 тысяч саженцев. Если погодные условия позволятся, то все они будут высажены в разных районах города. Таким образом, общий объем посадок за весну и осень этого года может достигнуть 17 тысяч зеленых насаждений. Воспитанники цирковой студии «Микс» из Лисаковска стали обладателями Гран-при – международного фестиваля, проходившего в Алматы. Кроме главного трофея – Золотого кубка, юные артисты получили дипломы европейского образца. Соперниками лисаковчан были около 300 детей из Германии и различных городов стран СНГ. С победителями после их возвращения с фестиваля встретилась наша съемочная группа. 25 юных лисаковчан от 15 до 18 лет защищали честь страны на крупном творческом конкурсе. Выступления в рамках международного европейского фестиваля прошли в Алматинском дворце школьников. Более 300 детей боролись за главный приз. Это участники из Германии и стран СНГ. Но только цирковой коллектив из Лисаковска, выступив с четырьмя номерами, поразил международное жюри и зрителей своим выступлением. Едва приехав с конкурса, победители вновь продолжают работать. На этот раз в зале не только дети, но и родители. Они же спонсоры коллектива, которые стали главными болельщиками в зрительном зале. Сейчас мама и папа, дедушки и бабушки не скрывают радости за успехи детей. Оно у меня и было, а сейчас еще сильнее, чувство еще сильнее, чувство гордости за наших детей, нашего города. За всех. За малышей, за средних, за больших детей. Все, кто выступает в этой студии. Полнейшее восхищение всеми. Вот от этих всех малявочек до больших и, естественно, вдохновителей всего этого проекта. Мне нравится и тренер нравится, и чем они занимаются. Это довольно-таки сложно, и не в каждом городе такая секция есть. Пятилетний творческий путь цирковой студии не раз был отмечен высокими наградами за участие в многочисленных международных и республиканских фестивалях циркового искусства. Но, как отмечают преподаватель, именно этот год запомнится ребятам и родителям большими победами. Сразу три главных приза на престижных конкурсах международного класса завоевал Лисаковский микс в 2019 году. Выступление забавных миньончиков было одним из самых трогательных и в то же время технически сложных номеров. Здесь малыши показали не только мастерство, но и умение работать слаженно. Мы вот этот номер учили где-то всего лишь пять дней. Мне он понравился. Особенно из наших мне понравились скакалки и строители. В ближайших планах у коллектива подготовить очередной подарок для лисаковского зрителя. Хотела в секрете держать, не получается. В планах поставить театрально-цирковое представление на базе какой-то сказки новогодней. Я думаю, что жители нашего города будут рады. Несмотря на большие победы, на этом артисты останавливаться не собираются. Елена уже думает о том, как покорить в следующем году российского зрителя. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент». Такими были события дня. У меня на этом все. До свидания.